ДИАЛОГ Михаил Григорьевич Жукевич, председатель Гомельской областной организации Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане. Родился в 1962 году в Лельчицком районе Гомельской области. В 1981 году был призван в ряды советской армии и направлен в Афганистан. Служил сапером отдельного инженерного батальона 201-й дивизии. В 1982 году был тяжело ранен в бою. За образцовую воинскую службу награжден орденом Красной Звезды, медалями за отвагу и от благодарного афганского народа. Почетной грамотой Президиума Верховного Совета СССР. В 1987 году Михаил Жукевич получил высшее образование в Гомельском государственном университете имени Франциска Скарины на физическом факультете. Работал в областной комсомольской организации. В 1994 году возглавил областной комитет общественного объединения Белорусский союз молодежи. С 2000 по 2004 год являлся депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. С 2004 по 2008 год был председателем Совета по делам религии и национальности Гомельского облсполкома. Затем два года работал заместителем начальника главного управления идеологической работы Гомельского облсполкома. С 2010 года и по настоящее время председатель областной организации профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма. На вопросы, которые касаются деятельности областной организации Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 340-043. Свои сообщения вы также можете отправить в Вайбер. Номер плюс 375-29-340-043-3. Здравствуйте, Михаил Григорьевич. Добрый вечер. Завтра в нашей стране будет отмечаться День памяти воинов-интернационалистов. Посвящен он всем, кто выполнял свой служебный долг, воинский долг за пределами Отечества. Михаил Григорьевич, в нашем регионе сколько людей участвовали в различных локальных конфликтах за пределами Беларуси? Вы знаете, Ольга, вот сколько мы с вами уже встречаемся в этой студии, нас, наверное, впервые, как раз в преддверии 15 февраля, мы сегодня обсудим те вопросы, которые стоят и перед организацией, и перед воинными-интернационалистами. Я вам скажу, когда-то, где-то, наверное, лет 20 назад, ну, были такие, ну, разные-разные такие были сведения. Сколько принимало наших земляков участие в афганских событиях, в других военных конфликтах за пределами Советского Союза? И вот тогда цифра была и 5, и 5,5, и 6 тысяч вот наших уроженцев. Вот, в 2016 году совместно с областным военным комиссариатом, совместно с районными комиссариатами мы подняли все архивные данные. И на сегодняшний день у нас есть сведения, на 15 февраля 2089 года, на момент вывода войска Афганистана, в военных конфликтах за пределами Советского Союза принимали участие 5800 наших уроженцев. Из них в Афганистане 5400 человек. Вот, на сегодняшний день, на 1 февраля, мы опять-таки проверили нашу статистику, у нас в Гомельской области проживает 3666 участников боевых действий в Афганистане. И 3778, это воины-интернационалисты, которые принимали участие в боевых действиях за пределами Советского Союза. Это такие страны, как Ангола, Вьетнам, Египет, Лаос, Сирия и другие. Но вы ведь в своей организации объединяете всех воинов-интернационалистов, не только афганцев. Ну, конечно, понимаете, организации на сегодняшний день, в соответствии с законом общественных организаций, организации на сегодняшний день имеют фиксированное членство. Вот это членство фиксированное у нас есть. Но организации, мы стараемся работать со всеми, у кого есть на сегодняшний день удостоверение участника локальных войн и военных конфликтов, мы никогда в жизни никому, если в пределах наших возможностей подсказать, помочь, посоветовать и так далее, мы никогда никому не отказываем. Поэтому все на сегодняшний день... Вот то фиксированное членство, которое есть, да, там есть и воины-интернационалисты, хотя параллельно с нашей организацией у нас в Республике Беларусь зарегистрирована и организация воинов-интернационалистов. Есть небольшая организация. Правда, но она есть. Ну, она менее, так сказать, численность, меньше у нее. Михаил Григорьевич, мы накануне провели опрос и поинтересовались, что знают гомельчане о локальных конфликтах времен СССР. На Кубе я знаю, что был очень такой серьезный момент. Чуть не началась война, когда Хрущев правил бал, как говорится. А так нет. Афганистан еще. Афганистан и Куба. Вопроса нет. Афганистан, Вьетнам. Ну, на Кубе наши войска там ни в чем не участвовали. В Чехословакии, Венгрии. Там руку потерял один мой товарищ знакомый. А больше не знаю, наверное. Не знаю. Не могу ничего сказать. И в школе не изучали? Ну, изучала, но по другому направлению. Вьетнам, Корея, Афганистан. Где-то, не помню, в Египте были или нет, возможно, в арабских каких-то конфликтах тоже. Только было что-то явно, что-то поначалу было секретно, эти сведения, участие. Нужно было участвовать? Эти сложные вопросы в двух словах не ответишь. Где-то мы проигрывали, участвуя в конфликтах. А где-то и приходилось принимать тяжелые решения. Но вот в Афганистане было сложно принимать решения, участвовать или нет. Там американцы угрожали своими ракетами средней дальности для быстрого подлета. Много в каких он участвовал. В Афганистане участвовал. В Корее, по-моему, принимал тоже там участие. Еще где-то, я уже точно не помню, честно сказать, как Советский Союз. Ну, а так, в Велже везде, у нас войска везде стояли. В Сирии были, в Египте были, в Марокко нет, в Сомали, в Вьетнам. Ну, вроде бы все. Да, Афганистан. А еще? Ну, по-моему, что-то было в Ильбаславии. Ну, это же не была война. С чего начнем? Скорее? Корея, Вьетнам, Афганистан, Конго и так далее. Много. Мы даже многих еще не знаем, которые участвовали. Оправданно это было? А? Ну, знаете, может, на то время оправданно, раз наши ребята туда, так сказать, участвовали в этих делах, помогали. Я думаю, что оправданно. Другое дело потом, это, может быть, как бы ни к чему стало. Но в итоге помогать же надо народам другим. И помогли в итоге же. Михаил Григорьевич, старшее поколение, конечно, лучше осведомлено, больше знает молодежь, меньше, но большинство знают об Афгане. Конечно, сложно судить просто так со стороны, правильным было то решение, неправильным. Рассудит время, рассудит история. Как лично вы считаете, как вы оцениваете сейчас значимость этих событий для истории? Вы знаете, вот сейчас посмотрев эти кадры, вот, конечно, наши люди где-то что-то, о чем-то знают, о чем-то нет. Но, вот, хочу сказать, что наши белорусы принимали участие в 11 странах, где велись боевые действия. Всего, по-моему, этих стран 18, где наши представители советского, бывшего Советского Союза принимали участие в этих боевых действиях. Понимаете, дать оценку всем воинам так один раз, каким-то одним выводом, конечно же, это невозможно. Что касается Афганистана, я вам скажу, что уже оценок было много разных, много. И вот сейчас, в преддверии, в следующем году, 30-летия, я знаю, что компания вокруг Афганистана развернется очень большая, потому что все-таки, как говорится, юбилейная такая дата вывода войск. Вот. Поднимутся, как бы, за те историки, которые нужно будет защитить какие-то диссертации или же написать свое какое-то эссе или что. Вот. Но хочу сказать, что прежде чем делать какой-то вывод, нужно всегда, ну, как-то представить себе, что ты находишься вот в тех событиях. Вот. Через призму тех людей, которые там были. Вот. Чтобы делать какой-то вывод, чтобы не обидеть тех людей, которые там были. Я уже неоднократно и с этой студией, я неоднократно и в следствиях массовой информации говорил, и сегодня, как говорится, я от своих заслов не могу отступить, потому что, ну, это мое мнение такое, что ввод войск в Афганистан никогда в жизни не был ошибкой. Не был ошибкой почему? Потому что на то время диктовало, то время так диктовало. Потому что, вот, страна, Афганистан, это страна, в которой всю жизнь, как говорится, шли эти все войны, и на страну претендовали многие. Раз. А второе. Страна, где было в открытом, как говорится, обществе, это наркотики и оружие, которые легко переправлялись через нашу границу, границу Советского Союза. Вот те, кто служил на границе, прекрасно знают, пограничники, что сегодня поставить какой-то заслон в горных местностях, поставить какую-то видимую границу, что вот столб, как говорится, в какой-то скале можно вырыбить и поставить, и вот этого столба, как говорится, поставить часового, и он будет охранять, невозможно. Поэтому этих троп было немерено. Вот. Поэтому все это шло тогда в Советский Союз. Это раз. Это моральное такое. Ну, и второе, это, конечно же, защита наших рубежей. В то время шла гонка вооружений. В то время страны НАТО размещали свои ракеты везде, свое оружие везде, во всех странах. Вот. Они стремились то же самое сделать в Афганистане. Вот. Хотя, вот я вам скажу, что специалисты стран НАТО в Афганистан вошли раньше наших. Вот. Войска были уедены в 79-м году, а специалисты в Афганистане и наши, и американские, и так далее, работали гораздо раньше. Вот. Они изучали местность, смотрели, где можно было бы разместить то или иное оружие, где можно было разместить какой-то гарнизон, какую-то военную часть и так далее. Вот. Поэтому вот многие военные части, где у нас были размещены, они были инженерно практически подготовлены американскими специалистами. Вот. Поэтому ввод войск в Афганистан, я не считаю, что это была ошибка. Что касается других стран, но еще раз повторяю, что НАТО диктовало свое время. Вот, например, война во Вьетнаме. Вот. Ну, в Вьетнаме мы массово не принимали участие, но наши летчики, потому что Вьетнаму помогали, чисто военная помощь была. Вот. Наши летчики учили вьетнамских летчиков летать на самолетах. Вот. Поэтому они одновременно и принимали участие в боевых действиях. Вот. В Афганистане это совсем другая была помощь. Там, кроме военной помощи, наши солдаты выполняли очень огромную гражданскую миссию. Вот. Это и строительство, и ремонт мостов, это разминирование заводов, это охрана заводов, это доставка грузов у тяжелодоступные места, это туда строительство трубопроводов в Афганистан. Поэтому очень много-много гражданских дел делали наши солдаты. Какой бы ни была оценка действий правительства, но действия рядовых солдат, офицеров заслуживают только уважения. Они присягнули родине, присяги не изменили, исполняли приказы своего командования. Михаил Григорьевич, расскажите, пожалуйста, о том, какие вам приходилось задачи выполнять в Афганистане. Понимаете, продолжаю наш первый вопрос. Хочу сказать, что, наверное, в любой стране, где мы не принимали участие, в любой стране, наверное, затягивать военные конфликты никогда нельзя. И даже вот сегодня в современном нашем обществе, вот, на вот те же, та же ситуация на Украине и так далее, видите, мы уже до такой степени затянули, что уже выйти из них очень сложно. Вот, поэтому в том же Афганистане, когда мы выли войска, нужно было сразу садиться за стол, переговоры. Политики у нас были грамотные, все, вот, и договариваться, и выводить, для того, чтобы как можно меньше, как говорится, было бы потерь. Ну, а что касается нашего выполнения, конечно же, у нас, я служил в боевом подразделении, которое принимало участие, конечно же, в основном в боевых действиях. Это отдельный саперный батальон 201-й дивизии, поэтому все какие-то операции проводила дивизия, конечно же, в сопровождении саперов. У нас еще была саперная рота в нашей дивизии. Вот, мы стояли, дивизия стояла в Кундузе, а наш саперный батальон 20 километров от города, северный городок был. Вот, поэтому и в боевых действиях, ну и, конечно же, так как у нас саперный батальон, там, например, была рота понтонная, вот, рота, которая могла, как говорится, навести любую пероправу, если где-то нужно было это помочь, всегда это делалось, где нужно было разминировать какое-то мостовое сооружение и отремонтировать его, конечно же, саперные все это умели делать, вот, были специалисты у нас, но в основном это, конечно же, разминирование заводов, это вот этот трубопровод, который шел в Афганистан, за нами был он закреплен, вот, мы его охраняли и разминировали, потому что его очень часто минировали, ну и, конечно же, участие в боевых действиях, это сопровождение всех операций, которые проводились, потому что нужно было проверять дороги, нужно было разминировать, ну, поэтому вот, участие в боевых действиях, это было, наверное, главное. Спасибо, Михаил Григорьевич, следующий вопрос прозвучит от нашего телезрителя, у нас есть телефон и звонок на линии, здравствуйте, мы слушаем вас. Здравствуйте, мы слушаем вас. Алло, вы уже в эфире, говорите, пожалуйста, не прерывайтесь. Алло. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Добрый вечер. Это говорит Николай Павлович. Николай Павлович, а фамилия? Межохин. Межохин. Слушай вас. Да, я полностью вот автора диалога поддерживаю, почему, потому что я в то время был в Украине после учебы, ну и участвовал тоже, немножко был в Анголе, но во Вьетнаме. И вот полностью поддерживаю автора диалога, вот. Почему? Потому что мы помогали всем, интернациональная помощь была, и потому, когда наступило мирное время, я, будучи уже, как говорится, на отдыхе по всей Европе, и во Вьетнаме даже был, так, с нами, русскими, всегда очень добродушно все относились, то есть нас уважали везде. А вы кадровый, военный, да? Да. Чего сейчас не наблюдается. Уважение к нам тогда было кругом во всей Европе, в Азии, и даже я неделю был в Японии, и всегда к нам относились с уважением. И я доволен тем временем, и никогда не жалею о том, что где был, что делал. Ну, а сейчас, конечно, слышишь такое мнение, что зря, что то не надо было делать. Вот как и сейчас по Сирии многие говорят зря, почему мы там, то есть Россия почему там участвует. А потому что надо, чтобы с нашим человеком, с нашей страной считались, а люди, они понимают, вот гуманитарная помощь там, вот дети особенно, они вырастут, они будут помнить русских. Спасибо большое за ваше мнение, Николай Павлович. Обязательно завтра примите участие в мероприятиях, мы позже об этом поговорим. А сейчас предлагаю перейти к сюжету, потому что, конечно же, дни, проведенные в Афгане, сегодня вспоминают везде, во всех уголках нашей страны. Наши корреспонденты побывали в Чечерской районной организации ветеранов войны в Афганистане. Чечерск, 2018 год. В здании местной ратуши, где сегодня разместился историко-этнографический музей, открылась выставка фуражек, посвященная Дню Защитника Отечества. Здесь действительно есть на что посмотреть головные уборы полицейских и военных из Италии, Индии, Германии, Вьетнама. На фоне этой экзотики фуражки военнослужащих, бывших советской армии, выглядят намного скромнее, однако это часть нашей истории, которой мы действительно вправе гордиться. Одним этажом ниже в музее находится постоянно действующая экспозиция, посвященная землякам, воинам-интернационалистам. В разное время уроженцы Чечерского района воевали в Корее, Египте, Венгрии. Однако самый большой контингент местных ребят служил в Афганистане. Они действительно были солдатами, однако при этом часто и в первую очередь друзьями для местных жителей. Когда были советские войска, они там и дороги строили, и заводы, и все это. Ну, воспринимали мирные жители всегда, особенно, я не знаю, как в других мангруппах, у нас мирные жители провозили всегда летом. И арбузы, и дыни, и виноград, и шека это все положат, все приведут, вот, и все, все вам кушайте. Гуманитарные помощи, вот на моей памяти мы, наверное, колонны три гуманитарные помощи только провозили туда. И учебники, начиная от продовольствия, учебники, значит, одежду, одеяло. Сегодня афганцы говорят, они не воевали против местного населения. Тот, кто не брал в руки оружие, врагом не был никогда. Большая политика не всегда учитывала их интересы, однако, будем справедливы, они готовились не только к боям. Виктор Марковский с отличием закончил учебку в знаменитых печах под белорусским Борисовым. До границы с Афганистаном ехал в эшелоне вместе с танками Т-62 и политработниками советской армии. Политработники нас уже подготовили капитально, я вам скажу одно. Были карточки такие, и там было, в каждом, типа, вроде экзамены сдавал каждый солдат, там, политработникам, что ты обязан и что ты должен делать. То есть, ты ханом никоим празе не мог не тронуть, никаким образом вообще к женскому полу никакого. Вести себя то, что позволяет, ну, солдату, вот. А лишних движений там нельзя. Сегодня Виктор Марковский время, проведенное в Афганистане, воспринимает, кажется, даже с некоторой долей ностальгии. Хотя и горел в танке дважды, и друзей терял. Однако о какой-то ненависти к афганскому народу даже говорить не хочет. Историю не переписать, и фотографии из армейского альбома тому подтверждение. Они просто честно выполняли свой долг солдата, который, кстати, не всегда заключается только в боевых операциях. Сегодня об этом мало кто знает, однако в дни проведения Московской Олимпиады в 1980 году в афганском Мазарии-Шерифе состоялся футбольный матч с участием военнослужащих Советской Армии. Кто играл за афганскую сторону, наш вратарь Виктор Марковский не знает до сих пор. Однако по составу команды можно было предположить, это национальная сборная страны. В 1980 году собрали нас всех, ну, например, я не знаю, там из других частей, даже с Ростова-на-Дону был садовников, откуда их привозили на вертолетах, доставляли, не знаю, но собирали всех. Кого там, ну, раньше мы играли в артроте в этой. Помню, под Бреста был мороз такой защитник, а я на воротах стоял, мне так нравились, они, помню, генералы пришли по таких, ну, плашнакидках. Сынок, ты же не забывай, не подведите нас. Но вертушки висели с двух сторон. Ну, так, чтобы судьи были слышны, но вертушки висели с двух сторон. Кстати, тот матч наши солдаты выиграли со счетом 2-0, чем участники того исторического соревнования гордятся до сих пор. В конце концов, в Афганистан они шли не для того, чтобы убивать, а чтобы помочь. Спустя десятилетия в современном Афганистане слово «шурави» все более часто воспринимается как синоним слову «друг», Встречаясь с нынешними школьниками, воины-интернационалисты напоминают об этом постоянно. Они выполняли свой долг и делали это искренне. И такой факт. В 2007-м при поддержке местных органов власти и местных предприятий в Чечерске открыли памятник воинам-афганцам. Впоследствии рядом поставили боевую машину десанта и открыли мемориальные знаки военным морякам и пограничникам. В результате получилась аллея современной военной славы. 15 февраля воины-интернационалисты из Чечерского района принесут сюда цветы. А потом посетят могилы своих земляков, погибших при выполнении воинского долга в других странах. Эта традиция здесь родилась в 1990 году и с тех пор никогда не нарушалась. Посмотрите диалог у нас в гостях председатель областной организации Белорусского союза ветерана войны в Афганистане Михаил Жукевич. И в студии прямого эфира мы принимаем очередной телефонный звонок. Здравствуйте, мы слушаем вас. Алло, здравствуйте. Я, может, добьюсь тебя. Бабушка, не позорь меня. Не позорь меня. Понимаем, понимаем. Не расстраивайтесь, пожалуйста. Михаил Григорьевич, семьям погибших в Афганистане областная организация может чем-то помочь? Ну, конечно же, квартиру, наверное, вряд ли приобрести. Нольготы, которые сегодня есть у воинов-фиганцев, распространятся ли они иначе? Хорошо. Давайте я прокомментирую этот случай. Я прекрасно понимаю, как говорится, тревогу бабушки. Я прекрасно знаю эту семью. Прекрасно знаю это. У нас таких семей в Белоруссии было три. Солдатская вдова. То есть три у нас семьи в Республике Беларусь, где в основном вдовы были офицеры, а это солдатская вдова. Вот. Надежда Самсонова родила сына, а это бабушка звонила. Вот. Вадим сегодня уже взрослый. Вот. У него двое сыновей. Вот. Поэтому я прекрасно это все знаю. Вот. Но льготы на сегодняшний день на семью и так далее, конечно же, ну, нет такого положения. Поэтому и... Ну, как молодая семья, они сегодня стоят на очереди. Я думаю, что вот эти вот эти проблемы, как вот для молодой семьи, они будут каким-то образом решены. Но еще раз повторяю, что на сегодняшний день льготы имеют только те, кто принимал участие в боевых действиях. Вот. Или же вот бабушка, которая является семьей погибшего, или же мать, которая является, если она не вышла замуж. Вот. А дети уже в дальнейшем не являются. То есть не имеют льготы. Вот. Поэтому все, что... Таких детей на сегодняшний день в городе Гомель четыре. Вот. Которые остались. Это и от солдатской, и офицерские семьи есть. Где уже вот по... Многу детей есть. И трое детей. Вот. У Вадима двое. И у других там вот сам по двое. Ну, помочь этой семье, Михаил Григорьевич, может? Ну, и сейчас повторяю, что в рамках... Ну, конечно. В рамках законодательства то, что на сегодняшний день есть, дальше же не придешь. Вот. Вот. И не надо на сегодняшний день, как говорится, говорить, что вот я бы приехал бы, да я бы пойду, да я то, другое. Есть на сегодняшний день норма закона. И вот прыгнуть выше и дальше норма закона нет. Невозможно. Поэтому я все понравилось, что Вадим стоит на очереди, как молодая семья, они свою проблему решат. Михаил Григорьевич, есть вопрос, который пришел к нам на Вайбер. Какие льготы сегодня есть у воинов-интернационалистов? Немножко подробнее расскажите, пожалуйста. Ну, у нас есть два закона. Закон о ветеранах, где прописаны льготы и для воинов-интернационалистов. И есть закон о льготах и социальных гарантиях. Там четко расписано в законе о льготах и социальных гарантиях каждая категория и каждая льгота. Например, транспортное обеспечение. Кто имеет эту льготу? Санторно-курортное обеспечение. Кто имеет эту льготу? По здравоохранению. Кто имеет эту льготу? И так далее. Поэтому воины-интернационалисты, которые получили ранения, увечья, контузии в Афганистане или других странах, где велись боевые действия, имеют практически все льготы, которые сегодня имеют ветераны войны. Ну и, конечно же, при достижении пенсионного возраста они становятся неработающими. Все эти льготы у них есть. Что касается, которые сегодня работающие воины-интернационалисты, здесь, конечно, льгот немножко меньше. Это сегодня транспортное обеспечение. У них есть, они имеют право в городе бесплатно и в пригороде бесплатно ездить. Ну, что касается дачных кооперативов, что касается налога на землю и так далее. Вот такие вот льготы есть, но это согласно законодательству налогового законодательства и налога на землю. А так вот, чтобы, понимаете, такие льготы по жилищному законодательству воины-интернационалисты имеют право получать социальное жилье, но с учетом, еще раз повторяю, с учетом денежного обеспечения, с учетом заработной платы на душу населения. Точно так же воины-интернационалисты имеют право построить жилье за льготное кредитование, но, опять-таки, по доходам семьи. Поэтому вот эти вот льготы, и они сегодня, по-моему, у всех так. И чернобыльцы имеют право получать и социальное там жилье бесплатно, но с учетом дохода семьи. И дети-сироты по доходам семьи, и многодетные по доходам. Если сегодня пять детей, конечно же, государство компенсирует все это. Михаил Григорьевич, как руководитель областной ветеранской организации, какие задачи вы сегодня для себя выделяете как приоритетные? Вот только что мы видели сюжет, который был снят в Чечерской районной организации. У нас сегодня областная организация, в каждом районе есть организация. Конечно же, основные задачи, которые сегодня стоят перед организацией, это, как говорится, и по уставе записано, и так, это, конечно же, социальная защита. Но это не говорит о том, что на сегодня мы должны приходить и каждый день, как говорится, рассказывая, что у нас вот там плохо, то плохо и так далее. Поэтому вся эта социальная защита должна быть адресной, точечной. Если человек нуждается, обратился, все. Понимаете, вот иногда приходят, но ветераны войны не приходят, потому что они такие более скромные. Но вот жены приходят, вот мой там Ваня, Петя и так далее, он ничего у вас не взял. Извините, уважаемая дама, я согласен, что на сегодняшний день все мы нуждаемся в чем-то, в каком-то совете, в какой-то помощи и так далее. Но прежде чем что-то дать или взять, нужно что-то дать. Сегодня вы не представляете, сколько ветеранов войны в Афганистане и в других странах, которые нуждаются, реально нуждаются. Это инвалиды первой группы. Какие основные потребности? Это инвалиды первой группы, которые на сегодняшний день нуждаются в медицинском обеспечении, которые нуждаются в финансовом обеспечении, потому что они лежачие. Есть такие у нас. Это инвалиды, которые сегодня становятся инвалидами в результате уже своих заболеваний, которые они приобрели. Понятно, что этой категории в первую очередь вы оказываете помощь. Михаил Григорьевич, мы продолжим. У нас есть звонок. Давайте сейчас выслушаем человека. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Пожалуйста, ваш вопрос. Добрый вечер. Добрый. Меня зовут Елена. Я жена Глуз Сергея Алексеевича. Вы, возможно, его знаете. Глуз, да. Хотела бы задать вопрос по поводу пенсии. Зная, что в России, в Украине афганцы, то есть воины-интернационалисты, идут на пенсию в 55 лет. Не готовятся какие-то документы для нашей республики? Спасибо. Спасибо за вопрос. Спасибо. Значит, в прошлом году парламентом был внесен в закон о ветеранах небольшое изменение. И парламенту было принято решение о том, чтобы в 2019 году создать комиссию и приступить к разработке нового закона о ветеранах. На сегодняшний день такая комиссия создана. Что касается вашего вопроса по пенсиям, да, во многих законодательствах страны Украины, Армении, Молдовы, Таджикистана в законодательствах осталось то, что было в пенсионном законодательстве Советского Союза. Участники войны имеют право на пенсию на 5 лет раньше. У них это осталось. Поэтому на сегодняшний день хочу вам сказать, что организации готовятся. Мы уже проработали этот вопрос и с нашими коллегами с республиканской организацией. Мы проработали этот вопрос и с депутатами и так далее. Сейчас мы готовим на главы государства о том, чтобы или же в новый закон, который будет разрабатываться, или же каким-то отдельным законодательным актом для того, чтобы вернуть вот эту льготу. Если она будет возвращена, конечно же, очень много социальной напряженности, которые сегодня у нас есть, она отпадет. Продолжая вот эту тему социальной помощи и так далее, хочу сказать, что ежедневно мы сталкиваемся с прохождением комиссии на профпригодность. То есть я уже неоднократно, может быть, даже и в этой студии говорю. Это все мы обсуждаем. Это и когда наши ветераны идут и отправляют их на комиссию ВКК, и они проходят комиссию ВКК, у них есть документы, и увязать их группу с заболеванием, получившим во время боевых действий. Хочу сказать, что во всех их посттравматический синдром есть. Это раз, это уже заболевание боевых действий. Вот. Поэтому еще раз говорю, что вот эти вот социальные вопросы, они у нас стоят ежедневно, повторяю, ежедневно. Поверьте, что благодаря вот организации и спасибо, хочу сегодня сказать, и медикам. Хочу сегодня сказать спасибо и руководителям предприятий. Есть, конечно, и, как говорится, руководители, которым, ну, как-то, как-то все равно к этой категории. Но я думаю, пониманием, да? Пониманием, да, 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 да. И когда звонишь и говоришь, что, ну, посмотрите, 55 лет, семью надо кормить, и все. Поэтому стараемся, стараемся по каждому, как говорится, вопросу. У меня каждый день на приеме бывает по 3-5 человек. Конечно же, все просят на сегодняшний день оказать помощь финансовую. Ну, поймите, что денег у нас на сегодняшний день, если какие-то есть, они у нас программные. Если есть какие-то деньги, они у нас спонсорские. Мы просим у наших руководителей, опять-таки, хочу сказать огромное спасибо. Нам сегодня руководители города Гомель и области помогают очень сильно. Органы власти идут навстречу? Потому что, конечно же, если речь о дорогостоящих, о каких-то средствах реабилитации. Понимаете, если бы органы власти не шли навстречу, наверное, организация была бы диванной. Почему? Потому что без помощи органов власти, без понимания органов власти, ни одна организация не сможет, как говорится, быть нормальной организацией. Да, они будут где-то уводиться в своем соку, но это будет просто так. Поэтому с органами власти мы на сегодняшний день подружим. То есть, когда ситуация действительно уже требует помощи, возможность такая есть? Ну, конечно. С любыми простыми вопросами не будешь ходить в город власти. Когда уже накапливается какой-то клубок, мы стараемся сделать встречу и с руководством Горисполкома, Облсполкома, Горрайсполкома. Вот сейчас, в преддверии 15 февраля, во всех Горрайсполкома пройдут встречи наших активистов в организации. Ветерану боевых действий других, с участием семей погибших. Обсудятся какие-то социальные вопросы. Всем, я думаю, что будет какая-то благодарность, какая-то помощь оказана, какое-то внимание и так далее. Главное, что люди будут услышаны. Конечно. Михаил Григорьевич, есть вопросы, которые пришли на наш портал. Как вступить в организацию ветеранов? Нужно ли платить взносы? В организацию вступить очень просто. Принести две фотографии, заполнить анкету и указать все свои данные, что участвовал в боевых действиях. Куда принести? В организацию. Адрес? Или в свою районную? Или в свою районную, конечно, в любую свою районную. Взносы у нас есть, это минимальная заработная плата в год. Поэтому это копеечные взносы. Но у нас есть организации, в которых районы, где сдают взносы, принимаются все. Но хочу сразу сказать, что все взносы, которые сегодня мы собираем, ни одной копейки денег на заработную плату чиновника в организации не идет. Все они возвращаются на какую-то материальную помощь, на какие-то вопросы социальные. Да даже взять эти цветочки и купить для того, чтобы посетить сегодня могилу, это сегодня деньги стоит. Михаил Григорьевич, и последний на сегодня вопрос. Где 15 февраля будут проходить мероприятия и какие? Расскажите, пожалуйста. Во всех районах будут проходить мероприятия. Во всех. Повторяю, потому что есть и наша просьба, и наша рекомендация, и есть поручение губернатора провести митинги, провести концерты памяти, провести встречи. В городе Гомель мероприятие начнется в 12 часов Иверской церкви, куда собираются все воины-интернационалисты. Там пройдет служба. После Иверской церкви мы идем на наш памятник в 13.00. Состоится митинг. После митингов в 14.30, если кто-то пожелает, в городской музее фотографии откроется интереснейшая фото-выставка «Афганистан. Память и боль». Это уже вторая. В 16.00 в городском центре культуры нам подготовили наши работники культуры, городского центра, других учреждений культуры, и наши победители конкурса «Афганской песни» подготовили концерт, концерт памяти, где мы посидим, послушаем. Поэтому я всех, всех приглашаю. Спасибо большое, Михаил Григорьевич, за сегодняшний диалог. Спасибо вам. Это был диалог с председателем областной организации Белорусского общества ветеранов войны в Афганистане. Спасибо вам за внимание и до встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова